В эфире программа час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну и начнем мы с новых подвигов демократов и как с ними бороться совершенно наверное у нас теперь увы эта тема да будет постоянные и видимо еженедельные пока что никуда не денешься политика демократов пока я боюсь так будет дальше она либо плохая либо никакая в конечном итоге тоже плохая да поэтому получается плохая еще хуже ну вот сегодня посмотрим на их последние достижения и на возможные попытки и хоть как-то ей противостоять я благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска и на прошлой неделе на самом деле ситуация стала еще хуже я понимаю вы скажете куда же еще но к сожалению всегда есть куда еще потому что пока байден штампует свои указы это плохо и даже очень плохо но всегда мы с вами понимаем что если байдена сменить понимаешь что это еще не скоро и не факт но тем не менее то все эти указания тоже отменяются потому что следующий президент может отменить указ президента предыдущего даже хотя как мы все видим иногда в этом ему может помешать верховный суд увы а но тем не менее все то что все те безобразие что творит байден с потери рабочих мест с открытием практическим границ и с расширением прав для по голосованию для тех кому як ты так называется на самом деле подразумевает что можно голосовать вообще как угодно откуда угодно и кому угодно к чему мы еще вернемся все это повторяю удручает но все это исправить теоретически можно хотя если будут реализованы вот все эти нововведения по выборам то конечно же избавиться от байдена будет тяжело но сам джо неожиданно нас порадовал я это его высказывание упустил потому что она была на прошлой неделе когда про сипек к сипек было приковано все внимание а джо блеснул фьюстоне когда в очередной раз запутался в именах и потом вдруг сказал что я здесь делаю это лучшее что он пока сказал лучше и самое правильное его высказывание как я полагаю и наверное так можно охарактеризовать все его президентство на самом деле ну вот но тем не менее повторяю еще раз это все теоретически исправим но теперь вход пошла уже тяжелая артиллерия и это конгресс хотя трудно мы все с вами знаем и тоже не раз это обсуждали что важнее кто у кого должно быть больше веса в американской системе у конгресс власти исполнительной и законодательной и это давняя дискуссия среди американских и не только американских специалистов по конституции но что важно так это то что закон проведенный через конгресс от него избавиться гораздо сложнее чем от президентского указа потому что всегда вступают какие-то внутренние сложные отношения между демократными демократными республиканцами верхушками партии и так далее и тому подобное и получается что практически все меры которые оставили принято они никуда не деваются даже несмотря на все усилия президентом потому что как говорил бакли джеймс который не уильяма но во первых два его замечания тут вспомню что слишком многие и это говорил еще в 70-е годы заметьте слишком многие ведущие республиканцы оказываются мало отличима от демократов и второе что меры которые принимаются как экстренные они как правило становятся постоянными и под видом этих самых экстренных мер можно навязать что угодно но о чем мы с вами говорим прежде всего конечно же это опять тот самый законопроект пока он только в палате принят о вот новых правилах выборов которому 800 страниц и который в общем и целом катастрофа на самом деле потому что это это атака на все установки конституционные он передает практически управление выборами в центр сильно бьет по правам штатов он расширяет права голосования для тех кому их точно не надо давать вроде бывших уголовников все те же самые возможности голосовать по почте через кого-то еще и так далее и тому подобное ну и плюс больше якобы прозрачность то что красиво звучит но в реальности учитывая нынешние особенности общественно политической жизни то что станет ударом по спонсорам консервативных и республиканских политиков так как их имена легко можно будет выявить и они все станут легкой добычей нынешней толпы а вы понимаете кого я имею ввиду под толпой конечно же и трижды подумают прежде чем вообще вкладывать деньги в какие-то консервативные республиканские мероприятия или политика а и пока это прошло безобразие палат представителей как будет в сенате я не знаю у меня к сожалению нет уверенности что сенат вот это вот все сможет остановить и повторяю еще раз это удар будет очень серьезный по всей американской системе следующий удручающий законопроект он называется что-то вроде правосудия справедливости законопроект еще в этом имени джорджа флойда и посвящен он естественно борьбе с полицией но это примерно как знаете вообще это в принципе позор что именем уголовника называется законопроект принимаемый американским конгрессом но это все равно как я не знаю законопроект связанные с детской безопасностью или с воспитанием детей назвать именем эпштейна понимаете о чем я имею ввиду что я имею ввиду то же самое здесь и опять за красивыми и громкими лозунгами о том что это все поможет бороться с системным расизмом напоминаю вымысел как системного расизма не существует это абсолютно бредовая левая идея и к тому же изобретенные антисемитами и подав все это подгоняется опять то что полицейских будет сковывать что будет требовать квоты при задержаниях при арестах что полицейских которые не дай бог задерживают больше черных и там кого еще латиноамериканцев ну представителей азиатских национальность тут сложнее но тем не менее в общем всех неправильных да с точки зрения составителей законопроекта людей что у них будут серьезные проблемы будут составляться свои черные списки на таких полицейских более того эти списки они легко могут стать достоянием общественность и человек который виновен только в том что он задержал двух черных и одного белого может быть объявлен расистом со всеми вытекающими из этого последствия как вы сами понимаете ну и плюс тот же самый о чем я вам уже говорил когда этот законопроект только начинали рассматривать запрет на удушающий прием который звучит тоже конечно красиво но здесь мы не забываем что мистер флойд был к нему был применен прием вообще-то удерживающий а не удушающий это не одно и то да второе что умер он не от этого а третье что лишая полицейских возможности вот из примет этот самый прием ну практически им не остается ничего другого кроме как чаще прибегать к нестрельному оружию или вообще не иметь никакого дела с преступниками потому что да у удушающих приемов есть опасность что они могут привести к нехорошим последствиям но опасности того что полицейские применят оружие гораздо больше прямо скажем так что эта отмена она никому на пользу не идет ни полицейским ни задержанным кстати говоря но тем не менее вот вам пожалуйста привет от демократов которым надо покрасоваться и показать что они якобы заботятся о чернокожем населении хотя любой удар по полиции как всегда это удар по чернокожему населению на самом деле а не наоборот ну далее законопроект который уже принят везде который уже прошел и палату и сенат но правда в сенате к счастью его слегка только слегка но тем не менее подрезали и даже голосование вызвало такую небольшую как бы это помягче сформулировать истерику назовем это среди левых товарищей но я говорю о пресловутом ковидном законопроекте который якобы помогает людям справиться с проблемами но на самом деле туда столько всяких затрат запихнуто что страшно смотреть опять рост расходов правительственных опять рост растрат госдолга всего чего угодно и плюс все эти деньги будут попадать в руки неизвестно кого на самом деле включая опять же бандитов террористов и так далее но что вот не прошло так это момент согласно которому там еще должен был в этом законопроекте повышаться тот самый потолок минимальной оплаты труда часа по часовой но его зарубили в том числе и демократы и синема да которую я часто тоже критикую как и всех демократов но она это так обставила весьма эффектно посмотрите сами это на ютубе все есть после чего ее там сразу обозвали и и кем угодно страшно подумать когда нэнси пелози показывала всем свои залежи мороженого мы это помним пока люди лишались работы ее так не называли а как только сенатор синема хоть в чем-то вдруг оказалось не угодила леволиберальной толпе ну сразу мария антонетта и все такое прочее я от себя добавлю что в принципе весь этот пафосные огромные и нацеленные на гигантские расходы законопроект конечно же он очень вреден для американской экономики и в конечном итоге для мировой потому что любая раздача правительством денег это всегда плохо да опять я все прекрасно понимаю критические ситуации хотя как нам сказала Кристина не ковид обрушила экономику а сам правительство и более того по многочисленным данным за этот вот уже год скоро как единственный сектор который не пострадал в экономическом плане это как раз государственные правительственные служащие и так далее даже напротив там некоторых в некоторых странах они свое положение улучшили но вот все это все эти подачки это еще большая привязка людей к зависимости от правительства это всегда плохо тогда как существует вообще-то хороший способ который предлагают многие консервативные обозреватели и в том числе экономические что если бизнес малый освободить от налогов на несколько лет и просто снизить максимально регулирование то это уже будет помощь экономике раз два это принесет людям гораздо больше денег чем вот все эти ковидные подачки ну и три это даст толчок развитию экономики американской вообще а никак не то что мы видим с вами сейчас ну естественно на это не пойдут не демократы не к сожалению многие республиканцы ну а все будут только вот выяснять кто кому больше хочет денег дать хотя и то и все позиции здесь они повторяю в конечном итоге одинаково вредны ну и да заканчивая тему этого ковидного законопроекта еще и замечу что те огромные деньги которые заложены якобы на открытие школы они там так раскиданы что их в реальности только треть рассчитаны на траты вот в 2021 году а все остальные на какие-то более отдаленные сроки и что скорее всего это никак не будет связано с открытием школы и возвращением детей ну вот как видите уже все безрадостно так еще это вроде бы мелочь но на самом деле показательно а еще демократы теперь задумали переименовать здание ФБР делать больше нечего но с другой стороны все складывается с их одержимостью вычеркиваю и вычеркиванием всех неугодных имен но гувера конечно же давние больная мозоль и вот теперь какие-то там демократы посмотрели новый дурацкий фильм прославляющий черных пантер я его не смотрел возможно он художественной точки зрения достойный но любой фильм прославляющий черных пантер он дурацкий уж не обессудь как бы хорошо он не был сделан и поняли вдруг демократы посмотрев это самое кино что оказывается гувер был очень плохой и его программа нацеленная даже не совсем его ну конечно он ее одобрил тут я не буду ничего говорить на борьбу с левыми и черными экстремистами что надо его вот за это обвинить покарать и так далее и здание фбр переименов но я очень быстро вам напомню о чем уже говорил не раз что большая часть действий гувера была продиктована из белого дома демократическими президентами кеннеди джонсоном и демократическим министром юстиции генпрокурором точнее робертом кеннеди и что самое смешное на что мало кто внимания обращать это то что все да все я думаю все те меры которые были вот в этой counter intelligence программ использованы для борьбы с левыми экстремистами и с черными экстремистами во второй половине шестидесятых они тот момент были уже очень хорошо опробованы и проявили себя вполне недостойными и эффективными а на ком их опробовали на куклуксклане и заметьте никто почему-то не возмущается что были нарушены права куклуксклановцев хотя я еще раз вам повторяю просто все то что было сделано для разрушения куклуксклановской системы прежде всего на юге все это было почти один в один перенесено и на проникновение и возможное провоцирование на какие-то соответствующие действия разрушения изнутри левых и черных экстремистов другое дело что с куклуксклановцами это получилось а вот как мы видим на день сегодняшний с левыми к сожалению не очень но в любом случае демократам этого показалось много вот теперь они будут пытаться избавиться от имени гувера ну не знаю каким именем назовут тоже джорджа флойда или еще какого уголовника поставят на здание фбр и учитывая во что самой фбр превращается я думаю там и возражать никто не будет к сожалению так что вот видите безрадостно все это и противостоять этому очень тяжело но мы хоть увидели с вами на прошлой неделе что по-прежнему в штатах происходит хоть какие-то разумные действия и после СИПЭК ну вряд ли там прямая связь хотя кто знает кто знает учитывая общий такой анти локдауновский настрой и звезд СИПЭК новом и Десантис про которых мы говорили то что в Техасе и в Миссисипи стали снимать ковидные ограничения сразу после СИПЭК это показатель но естественно Байден сразу же заговорил о неандертальцах что все это плохо и опять это типичное элитарное презрение к тем кто с тобой не согласен но заметьте под это самое дело вдруг стало выясняться что главные герои и казалось бы идеальный борец с ковидом а именно Куома что у него там во всю шли манипуляции с количеством умерших стали всплывать еще и факты сексуальных домогательств которые не афишируются прямо скажем ну не трамп да сами понимаете тут надо их задвинуть но они есть и на самом деле мы видим что кажется вот эти вот внутренние разборки демократов они могут им также нанести такой же удар как и действия консервативных деятелей республиканских губернаторов потому что что будет дальше неизвестно но карьеру Куома кажется спасать братья демократы не хотят может он и удержится может деблазио придет ему на смену я уже деблазио это конечно еще хуже но тем не менее однако эффект какой-то имеется и если еще будет собрано количество подписей под петиции об отзыве Ньюсома в Калифорнии а там я вижу попадают мне данные что ее подписывают даже некоторые люди либеральных взглядов так уж он их всех достал своими действиями то посмотрим по-прежнему штаты остаются нашей главной надеждой ну что касается политики международной то здесь Байден демонстрирует какую-то полную пока бессвязность и мы пока вообще не понимаем что и как и может оно и к лучшему потому что видите пока демократы занимались импичментом теперь мы уже можем с вами вспомнить эти времена с облегчением ну не с облегчением вернее а ностальгически они не обрушивали на нас эти кошмарные законы проекта которые посыпались сейчас ну вот и Байден пока не выходит на международную арену слава богу там то он точно будет задаваться вопросом что я здесь делаю что там с Ираном непонятно но есть нехорошие разговоры что он подбирается и готовится по возможности снимать санкции и это будет очень конечно же плохо ну по Сирии ударил по Сирии все ударяют за это я как раз его не буду критиковать и Трамп ударил и Байден еще будет ударять то же самое а что там с Саудовской Аравией вот это вопрос потому что то вроде как в окружении Байдена зашумели что вот часто да всплыла история та самая с Хашоги про которую мы тоже с вами говорили что вот сейчас то мы по Саудовцам то ого-го но кажется уже Байден убоялся потому что понятно что Саудовская Аравия очень конечно же место мутное но раз нынешних принц этот Бен Салман видит своим главным врагом Иран а не Израиль и Америку то по крайней мере надо ему в этом посодействовать прекрасно понимаю что он не друг а временный союзник однако и ступать с ним в конфликт из-за какого-то там связанного с террористами оперативника якобы журналиста ну точно не стоит и кажется даже в окружении Байдена это понимают потому что вроде какое-то время они там потрясли побрякали позвякали оружием и вроде бы угомонились так что и так нарушить ту систему которую выстроил Трамп на ближнем востоке это к сожалению очень легко сделать и для этого здесь Байдена никто не остановит во внешней политике увы у него практически нет каких-то сдерживающих факторов поэтому да конгресс может вспомнить что-то там сделать но все-таки в основном внешняя политика это действительно приоритет исполнительной власти так что здесь мы с вами посмотрим ну а что касается российской политики то об этом уже во втором ну вернее отношение Байдена и левых к нынешней российской власти об этом уже во втором сегменте тем более в прошлый раз мы начали эту тему ну а так как видите увы мне особенно нечего вам по-прежнему оптимистического сказать и мне остается только выразить ту же надежду штаты консервативные политики судьи не только верховном суде а и на местах это единственный сдерживающий фактор что во внешней политике будет тут я развожу руками ну ждем что будет происходить дальше ну и здесь умолкаю если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово ну по поводу этого закона так называемый резкий акт который якобы направлен на то чтобы победить эпидемию можно говорить бесконечно потому что как об этом говорят специалисты 9 процентов этой суммы идет непосредственно на какие-то мероприятия связанные с эпидемией а что касается школьных денег там 125 или 130 миллиардов то похоже в этом году потратят всего пять процентов от этой суммы а все остальное будет тратиться я так полагаю значительная сумма будет потрачена в год промежуточных выборов то есть на следующий год ну а еще большая сумма будет потрачена в год президентских выборов то есть школьные профсоюзы которые держат за бойцовы зец-председатели и всю эту партию будут распоряжаться этими деньгами похоже на то что-то я еще хотел сказать по поводу по поводу внешней политики ну мы все понимаем что человек вне сознания человек просто потерян и человек просто не понимает где он находится и что он здесь делает он об этом откровенно говорит а что я здесь делаю так вот говорят что заправляет всей политикой Сюзен Райс ну не смотрят при этом там целая куча обамовских прикребателей которые занимают позиции ведущие в администрации в администрации байдена так вот это эти люди как бы определяют политику в том числе и внешнюю политику хотя как вы справедливо заметили это прерогатива президента но вот Сюзен Райс заправляет всем этим и еще один результат правления зиц председателя сегодня нефть поднялась впервые с 20 января прошлого года выше отметки в 70 долларов за баррель о марке бренд то есть то о чем мы говорили то о чем о чем мы предупреждали всех этих полезных идиотов которые задрав штаны побежали голосовать или по почте отправляли свои билетени а вот оно движется я думаю что и люди которые так сказать даже не заправляют машины а вот пожилые люди которым заморочили головы которые голосовали за зиц председателя посещаем магазины продовольственные gross restore заметили что с каждым днем делать покупки необходимые для того чтобы поесть элементарно становится все труднее и труднее потому что цены растут а если цены на нефть будут расти значит цены на бензин еще больше будут расти соответственно на перевозке цены будут расти соответственно все цены на продукты будут также расти вы должны благодарить сами себя за то что вы голосовали за него вот примерно такая ситуация складывается на сегодняшний день и это только начало это каких-то там буквально вот сорок пять пятьдесят дней у власти зиц председателя а что будет дальше можно только представить давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час Ивана Денисова телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 и прежде чем мы перейдем к следующей теме давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день я немножко удивлен тому что вы сказали что с ростом цен на нефть будет увеличена стоимость перевозок дело в том что уже несколько лет тому назад цена бензина была 4 доллара и цены на все товары поднялись соответственно с ценой бензина около 4 долларов то есть когда цена бензина упала значительно упала до 2 долларов до 2.50 как сейчас или 3 доллара как сейчас тоже то ни одна цена которая выросла при 4 долларах не упала они остались точно такими же и что получается по вашим словам что однажды повысил транспортные расходы соответственно стоимостью бензина 4 доллара а не сейчас при стоимости бензина в 2.50 и поднятие до 3 долларов я сейчас вижу и дальше будет опять поднимать цены как это понимать напомнить именно так и понимать цены поднимаются но никогда не опускаются как правило и поднятие цен на бензин используется как повод для того чтобы поднять цены на все остальное так что вы странно вы живете вы сами приводите пример говорите об этом потом удивляетесь именно так есть повод для того чтобы поднять цены и они поднимаются а кроме того еще поднимаются фи а кроме того еще поднимаются налоги но скажите мне вот скажем 20 лет вы наверное лет 20 здесь как минимум живете Вы можете сравнить цены на продукты 20-летней давности и то, что происходит сейчас? Наверное, можете. Ну, из чувства противоречия вам очень хочется поспорить или, так сказать, что... Добрый день, пожалуйста. Мне тут даже и добавить нечего, я с Сергеем полностью согласен. И, кстати, но только одно, себя же не скромно процитирую, то, что остается плохое в любой системе политической, экономической, увы, даже в американской, оно не уходит, о чем вы сказали. А теперь, так как будет снова расти цена на нефть, она будет, ну и на бензин, она будет расти, и это большой подарок Байдена и Путину и Ирану, то, безусловно, опять будут расти цены. Тоже я не понимаю, чему вы удивляетесь. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Вас плохо слышно. Я удивляюсь, насколько этот человек не понимает, где он живет, и законной экономики. Сергей, немножко отвлечемся. Ушел из жизни человека, которого мы много-много раз говорили, живой врач. Да, вы говорите о Владимире Резнике. Я говорю о Владимире Резнике. Кстати, он ушел из жизни, как я понимаю, после второй привинции. Ну, а дальше уже решайте политические. Да, действительно, вчера состоялись похороны. Владимир Резников, период-дентист, так, по-моему, называется его специальность, значит, долгое время был спонсором программ Виктора Вольского, о чем совершенно, так сказать, не требуя взамен, чтобы его объявляли как спонсора. И он поддерживал наше радио. Это, конечно, для нас большая трата. Печально, печально. Относительно молодой возраст. Он моложе меня, наверное, лет на несколько. Ему еще и 60 не было, по-моему. Вот такие вот печальные дела. Да, я слышал историю, что якобы это произошло после второй прививки. Я точно не знаю, утверждать не буду, но я такое слышал. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Иван, вот этот пакет помощи в сумме 1,9 триллионов долларов прошел демократами. А вот скоро предстоят новые законопроекты, которых демократы тоже хотят ввести в жизни. Как увеличить число штатов, принятие нелегалов и так далее и тому подобное. И голосование по почте. Как вы думаете, это тоже так легко пройдет в Сенате? Или же демократы как-то задумываются об этом? Спасибо. Да, спасибо вам. В палате будет проходить, я думаю, все, любая глупость. В Сенате, ну, мне все-таки хочется надеяться, что некоторые демократы... Нет, не то, что задумаются о реальной угрозе, но увидят, я надеюсь, что некоторые избиратели у того же Мэнчина и ему там еще, может быть, у той же Сенема, все-таки не очень будут радостно реагировать на их голосование хором со всеми леволибералами. И что, может быть, вот эти вот несколько человек, которые зарубили повышение минимальной оплаты труда, что они же помогут хоть какие-то безумные законопроекты из палаты затормозить. Может и нет, я не могу этого гарантировать, но это единственное, на что нам остается надеяться. HR1, закон, который принят в Нижней Палате, это закон о смене вообще системы голосования полностью, то есть с ног на голову, а точнее сказать, узаконивание беззаконных действий во время выборов. Вот как можно охарактеризовать этот законопроект. Но этот законопроект, я еще перебью, это просто, знаете, Конституцию взять и в окно. Ну, абсолютно. Но поскольку это не связано с бюджетом, то в силу вступает правило Филибастера, то есть необходимо 60 голосов, чтобы рассмотреть этот закон в Верхней Палате. Поэтому этот закон, пока, если, конечно, демократы не отменят правила Филибастера, то этот закон, так сказать, так и будет похоронен в Нижней Палате, он дальше никуда не пойдет. Вот на этом мы пока рассчитываем, потому что это изменение полностью системы. Это однопартийная система, о чем я своим либеральным друзьям рассказывал, говорю, вы стремитесь к однопартийной системе, что же в этом хорошего? Ну, это не будет однопартийная система, республиканская партия никуда не денется, и в качестве примера я привожу наш штат. У нас тоже формально существует республиканская партия, а десятилетиями управляется штат одной партии. И результат – штат в полной заднице экономической. Высочайшие налоги, народ бежит, бизнесы уходят. Вот результат однопартийной системы. Ну, вроде так мы не хотели бы, тогда не надо голосовать за людей, которые за это стремятся. Что касается Пуэрто-Рико, то из Нью-Мексико сенатор, по-моему, уже готовит законопроект о наделении статусом штата этой территории. Ну, и разговоры идут о Вашингтон-Ди-Си, о Дистрикте Колумбия. Но тут, наверное, все-таки сложнее, потому что, если мне память не изменяет, оно как-то прописано в Конституции статус. Так, Вашингтон по Конституции нельзя трогать, он должен оставаться вне какой-то такой юрисдикции. Я точно вам не приведу эту формулировку из Конституции, но это точно есть. Тут будет сложнее. А что касается Пуэрто-Рико, они вполне могут себе, поскольку Конгресс определяет количество штатов, они могут принять, исключить и так далее. То есть, здесь у них реальная возможность еще парочку сенаторов, отмороженных леваков посадить в Сенат и закрепить за собой большинство. Хорошо. Теперь перейдем к взаимоотношениям левых на Западе и режиму Путина. Да, попытаемся уложиться, но все равно спасибо всем за звонки. Итак, у нас сейчас с Вами складывается интересная ситуация, которая возвращает нас к советской паре. Дело в том, что либеральный истеблишмент, госдепартаменты, в том числе и спецслужбы, они на самом деле, когда речь идет о таких крупных странах, которые являются серьезными противниками Соединенных Штатов, они вопреки сотрясению воздуха стараются избежать смены режима. И, казалось бы, в Иране способствовали, помним, чем это закончилось, на Кубе поспособствовали, тоже помним, во Вьетнаме и так далее. Однако, в Советском Союзе до последнего и госдепартаменты, и многие люди из ЦРУ делали все вопреки левой легенде и советской пропаганде и нынешней, чтобы Советский Союз сохранить. И когда уже Никсон предупреждал и Буша, что все осталось несколько месяцев, весной 91-го, заметьте, все точно, и то Буш предпочитал слушать госдепартамент и ЦРУ. Хотя Никсон очень хорошо сюда ездил часто и знал, что советует. Сейчас, на самом деле, похожая ситуация, потому что Байден может сколько угодно сотрясать все воздух, но мы видим, что в Европе, на самом деле, несмотря, опять же, на сотрясение воздуха, ничего не делают серьезного для противостояния путинскому режиму, и он всех устраивает, на самом деле. Можно там ему погрозить кулаком, можно сказать, что ай-яй-яй, и все. А потом, да, дать нефтяное преимущество и попасть от него в зависимости или газовую зависимость на здоровье. Или, да, открыть возможность вкладывать деньги во что угодно и потом удивляться, а почему это у нас тут столько русских мафиозов, как в Британии. Но как спасать Путина левому эстеблишменту и особо левым гражданам? Для этого есть удобная страшилка, это Трамп. И теперь, как посмотрю я, у нас начинается, у вас и у нас тоже, странная такая операция, Навальный объявляется вдруг русским Трампом. И вся оппозиция, почти вся, объявляется тоже трампистской. Я от него думаю, вы поверьте мне. Это делает, например, канал Russia Today, открытый рупор пропаганды кремлевской. Который печатает статью какого-то там канадского профессора о том, что не надо так ратовать за русскую оппозицию, она вся подобна Трампу. Потом начинается история с тем, что Навальный националист и так далее. И за этим стоит сайт Грейзоун, о чем я говорил в прошлый раз. А Грейзоун это сайт Блюменталя, мерзейшего, за которым стоит его папа из администрации Клинт, из окружения Клинтонов. И хотя вы можете мне сказать, что сын, я тоже это говорил, но напомню. Да, вроде сын и отец два разных человека, но нет. Папа Сидней в свое время устроил настоящую травлю тех журналистов, кто осмелился ругать антиизраильскую книжку Макса Блюменталя. Была такая история. Так что здесь мы видим, работает все как надо. И истеблишмент в лице окружения Клинтонов, того же Блюменталя, и вроде бы крайние левые, все они делают то, что и делали в советские времена. И появление каких-то российских блогеров, какая-то там дикая девушка по имени Катя Казбек, которая кругом левая и поощряет, выступает за все движения. Но теперь она у нас тоже против Навального и получается за Путина. То есть мы с вами видим, что система пропаганды, она работает, и на нее реагируют прежде всего все те же самые левые и либералы. Идет полная и обстановательная программа, идет промывание мозгов все тем же самым избирателям демократов, что Путин он плохой, но его надо сохранять, потому что придет Трамп, то есть Навальный. Заметьте, я ничего не говорю о Навальном в принципе, как и таковом, это не важно. Сейчас о нем как-нибудь в другой раз. Важно то, что из него делается такое вот пугало, и на его фоне Путин будет представлен вот таким, ну да, лучше уж, да, по старому принципу, но сукин сын, но по крайней мере мы его знаем. Может не наш сукин сын, но знакомый, и не будем его трогать. У некоторой части российских либералов уже такое короткое похмелье наступило, я правда боюсь недолго. Мне очень хочется верить, что наступит оно и у некоторой части соотечественников, которые почему-то считали, что Путин чуть ли не союзник Трампа. Такого не было, этого нет и не будет никогда, чтобы Трамп лично не говорил. Более того, за время президентства Трампа Путин наоборот тут у нас был зажатый, забитый и так далее, а сейчас он явно осмелеет. Так что полезные идиоты, про них я умолчу, которые Путина славят и пытаются вам навязать его образ как консервативного якобы политика, это полная фигня. А те, кто по наивности говорит, что Путин противостоит глобализму, Путин противостоит либерализму, еще раз говорю, глобализму и либерализму Путин очень выгоден. И они произделывают все, чтобы его оставить, уж поверьте мне, даже если на словах будет делать совсем другое. И вот эта нынешняя ситуация, она как раз яркое тому подтверждение. И я еще здесь, да, хотел все-таки сегодня тоже про это вам сказать, и урезая немного часть про Путина, Навального и так далее, напомнить вам вот о чем. Не так давно умер Ион Михай Пачепа, и это осталось в тени, мы про Рашилим поговорили, конечно же, это знаковая потеря. Но Пачепа, это, напомню, глава, не глава, он высокопоставленный человек в румынской разведке, занимавшийся промышленным шпионажем. Когда он сбежал на запад, то это нанесло такой удар по румынской сети разведывательной, что ему был вынесен смертный приговор. А Каддафи и Арафат посылали убийцу, чтобы от него избавиться. Но вот Пачепа, к счастью, прожил очень долго и умер совсем недавно, к сожалению. Хотя, да, возраст все-таки преклонный. Так вот, Пачепа, я всем рекомендую читать его книги, прежде всего, «Дезинформацию», порекомендую вам. И они очень многое вам объяснят, в том числе и в том, как работает нынешняя дезинформация, нацеленная на расколы в американском обществе. Пачепа, прежде всего, ссылался на то, как, например, советская еще пропаганда создавала и образ проигранной войны во Вьетнаме и делала все, чтобы подорвать поддержку американского общества этой войны. Как создавала образ того, что якобы Кеннеди был убит в результате правительственного заговора и там и там добилась, к сожалению, большого успеха. Но многое Пачепа писала о том, как путинский режим связан с Хизбаллой и тому подобными движениями, как способствовал и воспитывал мусульманских исламских террористов, даже хотя порой это себе во вред, как это всегда бывает. Ну, мы это узнаем на примере многих стран, но в России не исключение. И поэтому то, что мы с вами... Мне очень жаль, что Пачепа не успел ничего написать о российской пропагандистской кампании за последние годы, потому что она уже стала на два фронта работать, действительно стараться привлечь каких-то палезных идиотов, увы, и справа. Ну и вот, как мы видим сейчас, активно свои былые связи с левыми тоже сохранять и их использовать. Сейчас вот, учитывая, что Трамп проиграл, будет сделана ставка на пять налевых. И опять они будут в основном выйдут на первый план, как мы вот видим в истории с Навальным, Amnesty International, ну, которые уже сняли с него этот статус узника совести, как раз вам показатель того. Ну, естественно, правых, к сожалению, тоже не оставят в покое. Так что, то, о чем я вам говорил, будьте осторожны. Пропаганда, она у нас работает хорошо и только совершенствуется. И то, что не стало Пачепа, который ее так хорошо нам анализировал, зная ее изнутри, но это тоже, безусловно, потеря перебежчиков такого уровня, да еще людей так хорошо осведомленных в этих вопросах, сейчас, увы, я не вижу. Поэтому память румынского перебежчика мы, конечно, с вами почтим, я надеюсь. Я всем советую еще раз его книги почитать. Дезинформация номер один, да, это прежде всего. И еще две книги, это «Красные горизонты», как раз его воспоминания о том, как он работал и как действовала эта румынская система. И еще «Запрограммированные на убийство» это история Ли Харви Освальда, то, что знал об этой истории сам Пачепа. Так что, тоже имейте в виду, последняя его книга, это он ее с Вулс и написал «Операция дракон», она вот только сейчас вышла. Ну, по-моему, там в основном, уже он, да, явно был в преклонном возрасте, повторяются основные мотивы того, что он писал раньше. Поэтому я не уверен, что, ну, я постараюсь прочесть и с вами поделиться впечатлениями, но я не уверен, что вот о новой волне российской пропаганды, кремлевской пропаганды, дезинформации, он успел что-то серьезное сказать. Так что, Пачепа, да, это потеря. Ну, а в целом, возвращаясь к отношениям нынешней американской власти и российского режима, в ближайшем будущем, я уверен, вот мы с вами и увидим все то же самое. А именно громкие слова, но при этом Байден будет явно предпринимать все, чтобы реально власть Путина чувствовала себя в безопасности. Мы уже видим и договор, про который я вам говорил, заключив по стратегическим вооружениям на российских условиях, и ситуация с нефтью, которая будет играть Путину на руку. Так что, здесь все понятно. Путин вам не друг, поверьте мне, кремлевский режим даже близко не, а Байден, левый и либеральный эстеблишмент на самом деле самые большие союзники путинского режима. Тоже, поверьте мне, так оно и есть. И здесь я, наверное, буду уже умолкать, потому что времени уже остается мало. И еще раз читайте по чепу, не давайте себя обмануть, и помните, что только реальный консерватизм, он вам поможет отличить ложь от правды. Поверьте мне. Во время выборов Байдена продавали как некого центриста, как умеренного, как такого moderate. И хотя мы предупреждали, я в том числе, что на самом деле партией руководить левое крыло демократической партии, радикальное крыло, нет, наивные искали как бы оправдания. Да нет, но он же центрист, он столько лет и с этими работал, и с этими. А сегодня они уже не стесняясь говорят о том, что все законопроекты или исполнительные указы президента наиболее прогрессивные за всю историю Соединенных Штатов. Так что наивные и полезные идиоты, как всегда, вы оказались неправы. Вы проглотили ложь, которой вас кормили, и проголосовали за радикала, за левого радикала. И все это еще аукнется в нашей повседневной жизни. Жаль заканчивать на этой нотке передачу, но, к сожалению, это так. Иван, вам огромное спасибо, как всегда, очень познавательно и интересно. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.